Между мнением и знанием всегда есть граница понимания, которую необходимо преодолеть самопостижением себя. Ваше понимание мира может быть концом судьбы, а может быть ее новым началом, новым импульсом саморазвития. Это зависит от вас, от того, сумеете ли вы найти в себе вдохновение жить, и вам в этом стремлении есть на что опереться. Любая точка пространства времени – это событие, произошедшее где-то и когда-то. То есть это архив вселенской памяти, который может быть востребован по необходимости. Эзотерики называют этот архив хрониками Акаши. Каждая такая точка – это свет знаний, в какой бы темноте она ни находилась. Активизация реликтовой памяти не удаляет, а напротив приближает человека к его истоку, создателю, к этой находящейся вне логики человека причине всего. Еще Эйнштейн сетовал, что понятие никогда нельзя вывести из опыта в логически безупречным образом, потому что открытия совершаются не через логику, а через интуицию. Новое всегда возникает из нелогичного озарения новым видением мира. В узловых точках пространства заключены массы информации, которые при активации преобразуются в энергию. Информация, энергия, материя – это трехуровневый принцип организации физического мира. Это та самая троица, которой создано все в проявленном мире. Троица – это триединый принцип созидания. У каждого времени есть своя матрица, свой образ, активизирующий растровые точки пространственной организации или мета-памяти. Матрица – это одновременно и устойчивый образ, и проективная модель, по которой осуществляется организменная рефлексия на события внешнего и внутреннего порядка. Матрица не является жесткой структурой ограничений. Напротив, она есть порождающий многообразие жизни, механизм божественного самоопределения и постоянно меняющийся реальности бытия. Матрица скрупулезно тестирует человека на разумность, то есть на соответствие его собственному потенциалу богоразвития, используя при этом различные плоскости бытия. В перспективе синтез этих прожитых в испытаниях плоскостей или аспектов создает энмерные структуры развития, выводящие человека к новым высотам самореализации. На уровне организма это можно увидеть так. Пустой квадрат, заполненный точками потенциалов. Растер, внутри которого помещается образ ДНК с определенным порядком буквенных и цифровых кодов, то есть достаточно длинные цепи нуклеотидов с заданным порядком чередования. Если состыковать вместе шесть таких квадратиков и соединить их в виде наноящика, то получится трехмерной ДНК структурой. Далее, если на эту ДНК структуру наложить свой образ таким, каким его создавал и хотел видеть Отец Небесный, то звенья ДНК сами распределятся по растровым точкам нанокуба и приведут в действие химико-физический процесс преобразования человека в богочеловеческий статус. Это, с одной стороны, технология, но, с другой стороны, идеология, без которой технология не может быть действенной. Субтитры создавал DimaTorzok